38-летнего кировчанина будут судить за убийство знакомого. В Подмосковье жители нашли свалку с просроченными лекарствами. А в Рязанской области полицейские обнаружили нелегальный завод по изготовлению сигарет. Подробнее об этих и других происшествиях расскажем в нашем следующем сюжете. В Кирове завершено уголовное расследование в отношении 38-летнего кировчанина. В середине февраля обвиняемый убил своего знакомого. По данным следствия, двое мужчин пришли в гости к матери погибшего. Там они вместе выпивали. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Обвиняемый достал из кармана нож и несколько раз ударил 21-летнего собутыльника. Ранения оказались смертельными. Все это видела мать погибшего. Она пыталась помочь сыну, что не понравилось гостю. В итоге он ранил и женщину ножом. После они вместе вышли в магазин. Там обвиняемый купил спиртное и скрылся. Женщина в это время рассказала обо всем продавцам. Они вызвали медиков и полицию. Сейчас уголовное дело передано в суд. В Рязанской области полицейские пресекли производство нелегальной табачной продукции. В цехах и складских помещениях правоохранители изъяли более 800 тысяч пачек сигарет без маркировок. Незаконное предприятие работало год и сбывало свою продукцию в соседние регионы. Также полицейские нашли ангар в черте Рязани, где изготовляли сигареты без фильтра. Табак был рассыпан на грязном полу, а готовые пачки хранились в антисанитарных условиях. Еще один цех со складом полицейские нашли в селе Чулково. Там злоумышленники пытались сжечь пачки сигаретами. Возбуждено уголовное дело. Жители Подмосковья обнаружили свалку с дорогостоящими лекарствами. Следственный комитет Подмосковья уже начал проверку. Под Сергеевым посадом жители обнаружили полигон с просроченными лекарствами для лечения онкозаболеваний и ВИЧ. Эти средства должны бесплатно получать больные, но есть предположение, что препараты не дошли до пациентов. А чтобы скрыть факт нарушения, неизвестно выбросили лекарства возле дороги. Стоимость препаратов оценивается в 6 миллионов рублей.